Месяц Рамадан Месяц Рамадан Месяц покаяния Месяц, когда каждый человек может получить прощение и милость Всевышнего ведь каждый из нас является грешником Посланник Аллаха да благословит Аллах и приветствует, сказал Куллюбани адимил хатта Уахайрил хаттаина тавабун Все сыны Адама ошибаются, то есть совершают грехи и лучшие из них это те, которые каются. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует Будучи пророком Будучи тем, кому Всевышний Аллах обещал рай при жизни Он просил у Аллаха прощения больше ста раз в день Всевышний Аллах говорит О, мои рабы которые поступили несправедливо по отношению к самим себе, то есть совершили грехи Не отчаивайтесь в милости Аллаха Ведь Всевышний Аллах прощает все грехи Ведь Он прощающий, милосердный Также Всевышний Аллах говорит о тех, которые уверовали Кайтесь перед Аллахом должным образом Прибегайте с покаянием к Аллаху с должным образом Хасан Аль-Басри да помилует его Аллах спросили Что значит покаяние Аллаху должным образом Тогда Он сказал Это сожаление сердцем в том, что человек совершил Это произнесение покаяния устами Например, как произнесение слов Астагфирулла А также оставление запретного А также решительность И намерение больше не возвращаться к этому поступку В хадисе, который передает Абу Муса Аль-Ашхари Да будет доволен им Аллах Сообщается, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сообщил О том, что Всевышний Аллах распростирает свои руки ночью для того, чтобы покаялись перед ним люди, которые совершили грехи днем А также Всевышний Аллах распростирает свои руки днем для того, чтобы покаялись те, кто ослушался его и совершил грехи ночью Это все указывает на то, что Всевышний Аллах любит тех, кто кается Более того, Всевышний Аллах радуется раскаянию своего раба больше, нежели мать которая потеряла своего ребенка а затем нашла его Всевышний Аллах любит кающихся Всевышний Аллах любит тех, которые прибегают к Нему с раскаянием и поэтому месяц Рамадан это месяц раскаяния когда человек должен прибегнуть к Аллаху с покаянием просить у Него прощения и больше не возвращаться к своим проступкам Я прошу Всевышнего Аллаха простить нам наши грехи явные и скрытые просить у Аллаха прощения и тем прощающим миласирны وصلى Аллаху على Набина Мухаммад وعلى Алих и Сахбих и Аджмай والссаламу алейкум и рахматуллах и баракатул Рамадан